Невозможно иметь плохие молочные зубы, а затем получить красивые, ровные, здоровые, постоянные. Дело в том, что здоровье зубов закладывается в раннем детстве, как и привычки по уходу. Поэтому беречь его нужно с самого первого зуба. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Ирина Храмова, врач-стоматолог, заведующая детским лечебно-профилактическим отделением Самарской городской стоматологической поликлиники номер один. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202-11-2. 202-11-22 – это телефон, который вы хорошо знаете, по нему можно позвонить. Если у вас есть какие-то вопросы, Ирина Валерьевна на них ответит. Ну и о здоровье зубов и о стоматологии для детей – это тема сегодняшней программы. Ирина Валерьевна, а вот существуют у стоматологов такие горячие периоды, скажем так, когда особенно много людей. Когда это происходит? Летом у вас затишье наверняка? Нет, у нас затишье нет. Дело в том, что я бы хотела рассказать, что наша поликлиника представлена тремя структурными подразделениями детскими. Находятся они в разных точках города. Первая – это Крунзе-136, это центр города. Это вот самое красивое? Центр города, самое красивое, самое прекрасное. Второе подразделение находится по адресу Теннисной-9 и самое последнее открывшееся современное стоматологическое отделение Красногленского района – это мехзавод, второй квартал, дом 30. Ничего себе разброс у вас по городу. Оно было открыто буквально совсем недавно, 1 июня, торжественно, в присутствии уважаемых лиц, именно для оказания тоже стоматологической помощи всей группы населения. То есть совсем еще новенькая. Да. Ну, хотела бы обратить особое внимание. Да, действительно верно. Этот пиковый месяц мы называем самыми тяжелыми для всех детских стоматологов региона. Начинаются они у нас ориентировочно где-то с 20 мая и заканчиваются где-то 10 сентября. Все это связано с тем, что учебный процесс заканчивается, дети готовятся к оздоровлению, к отдыху, и, соответственно, им необходимо привести полость рта в надлежащий вид, получить санацию, получить документ необходимый для оздоровительного мероприятия. И тут действительно начинается ажиотаж. А также, кроме летних таких пиковых периодов, это происходит именно тоже в другие каникулярные периоды. Но там интервал времени достаточно маленький, по неделе, по две, а лето – это самый пик. Ну, то есть мы сейчас с вами проговорили о том, что дети собираются в летние лагеря, и начиная с конца мая, для того, чтобы получить справку в такое учреждение. Да, и провести санацию полость рта, да, лечение, да. Хорошо. Но, в принципе-то, ну, пришел, доктор осмотрел, поставил подпись. А что тут долго делать? Дело в том, что вся помощь, она является вот именно такого характера плановой. И всегда обращаемся к родителям, что эту помощь нужно планировать заблаговременно. Просто прийти, получить справку, для этого необходимо, ну, предварительно записаться к врачу-стоматологу. Доктор должен выделить на это время, осмотреть полость рта, выявить какие-то имеющиеся или не имеющиеся заболевания полости рта. И после этого только дать заключение, документ, что да, ребенок может спокойно идти, оздоравливаться, отдыхать в летний период времени. На это требуется определенное количество времени. Вот поэтому необходимо заблаговременно, заранее записаться на данный вид медицинской помощи. Тем более, может, наверное же, оказаться так, что там, ну, 10 зубов требует лечения, и, соответственно, чтобы все это пройти, уйдет сколько времени, да? Такие моменты тоже бывают. Когда обращаются за выдачей медицинской справки, мы обнаруживаем, что у ребеночка имеются стоматологические заболевания, которые требуют тоже внимания для того, чтобы его отпустить спокойно. И риск вовремя не поехать в лагерь бывает, наверное, да? Риск бывает колоссальный, да. Что это такое? Ну, и никому не хочется в период отдыха, оздоровления, чтобы зуб причинил беспокойство ребенку где-то в другом, как бы, абсолютном месте, где нет доступной медицинской помощи. Ну, это же национальная наша черта, мы все в последний момент делаем. Ну, а если серьезно, то все-таки, может быть, дадите какой-то совет. Вот как распланировать это время? Тем более, что родители, ну, наверное, как минимум за месяц уже понимают, а то и раньше, что будет лагерь и будут определенные документы. Как сберечь свои нервы и время. Да, я хотела бы отдать такое пояснение, что действительно, правильно, это нужно планировать заранее. Хотела бы, чтобы родители обратили внимание, что в нашем учреждении существует помимо структурного подразделения, которое по определенным адресам, есть стационарные кабинеты, где непосредственно именно происходит профилактический осмотр, где вот и можно сегодня, послезавтра и завтра пройти этот осмотр. Можно позвонить по номерам там на сайтах расположенных, в регистратуру, в колл-центры и узнать, где можно в ближайшее время пройти этот профилактический осмотр. А также хотела бы обратить внимание, что помимо стационарных кабинетов у нас существует много передвижных стоматологических комплексов в нашем учреждении. Они также ездят по образовательным учреждениям и в учебный период, и в каникулярный период. И когда родитель дает законное согласие на получение данного вида медицинской помощи, он может отразить себе, что необходимо выдача медицинской справки. Тем самым родители сэкономят себе время, чтобы не записываться дальше на прием. Здорово. Ну, а, наверное, во-первых, я хочу сказать, что вот эти комплексы передвижные действительно уникальные совершенно вещи. Мы сегодня их увидели воочию, и сейчас будем смотреть сюжет, покажем зрителям. Но я хотела уточнить у вас. А вот эта справка, она же, наверное, имеет какой-то ограниченный срок действия. Ну, понятно, не как на коронавирус три дня. Срок действия всех медицинских справок, которые выдают, это 10-15 дней. А, ну, то есть вполне себе можно за две недели успеть все пройти. У нас учебный год заканчивается 27 мая. До 27 мая мы плотно работаем на передвижных комплексах, в стационарных кабинетах, в школах, в детских садах, где происходит период образовательного процесса. Это вообще удобно, и в поликлинику идти не нужно записывать. Да, это можно просто взять себе на заметку, когда это происходит, и сделать именно вот таким образом. Ну, а теперь, как уже обещали зрителям, давайте посмотрим вот этот передвижной стоматологический комплекс. Сегодня наша съемочная группа побывала, и мы готовы показать его вам. Мобильный комплекс стоматологической помощи уже пятый год стоит на вооружении профильной клинической поликлиники Самары. Аналогов этому уникальному кабинету на колесах в городе нет. Работает он как на территории областной столицы, так и по региону. Главная задача передвижного комплекса и специалистов – профилактика стоматологических заболеваний у детей. Проводится профилактический осмотр и профессиональная гигиена полости рта. То есть профилактический осмотр необходим для того, чтобы выявить стоматологические заболевания и предотвратить осложнения. Мобильность – главное преимущество комплекса. С помощью него специалисты проводят профилактические осмотры на выезде, например, в летних лагерях, во время оздоровительной кампании или в домах ребенка. Оснащение комплекса ничем не отличается от традиционной приемной стоматологов. Знакомые многим кресла с лампой, инструменты и аппарат для их обеззараживания и стерилизации. Есть все удобства. Работает кабинет на колесах с апреля по октябрь. За одну смену комплекс способен принять до 40 детей. Каждому здесь способны найти подход и развеять миф о страшных стоматологах. Во время осмотра специалисты комплекса выявляют такие стоматологические заболевания, как гингивит, кариес, стоматит, пульпит и другие. После профилактики ребенок, если нужно, получает направление в поликлинику, где проходит лечение полости рта. Мы возвращаемся в студию. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в гостях врач-стоматолог, заведующая детским лечебно-профилактическим отделением Самарской городской стоматологической поликлиники номер один Ирина Храмова. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно позвонить. Ну, вот, конечно, впечатляет автомобиль такой. Я только единственное хотела уточнить, а почему он работает с апреля по октябрь? Дело в том, что дальше бокс, герметизируется комплекс в боксе, вот, потому что, ну, наступают низкие температуры, и, соответственно, его необходимо уже ставить на хранение и готовиться к весеннему периоду. Да, такой рассудительный пациент попал, все нам объяснил. Ирина Валерьевна, ну, а что, кариес это все-таки меньше не становится у детей? Дело в том, что кариес – это инфекционное заболевание. Вот, и, ну, как родители, родители несут, ну, прямую ответственность за формирование именно привычек, именно привычек по уходу и, так называемому, развитию стоматологических заболеваний. Вот, родители должны понимать, что они, прежде всего, должны привить навыки, навыки культуры ухода за полостью рта. Вот, кариес развивается в раннем детском возрасте. И поэтому ответственность за именно поймать, устранить – это именно родительский фактор. То есть, если у ребенка плохие зубы, виноваты родители? Нет, я не сказала, что виноваты в этом родителе. Я так отмирована, да? Да, факторы, которые способствуют, вот, поведенческие факторы, они формируются непосредственно именно вот в семье, вот, ну, в образовательных учреждениях, детских садах, где действительно должно происходить и происходит профилактическая работа. Хорошо, но есть вот очень много споров по поводу молочных зубов. Вроде как бы все равно они выпадут, и ничего особо над ними трудиться, и надо ли вообще их лечить, или их лучше удалить, или что с ними вообще делать? Вот какая история здесь? Самое распространенное стоматологическое заболевание – это у нас кариес и болезни периодонта. Вот, они имеют свойство прогрессировать, давать осложнения. Осложнения могут вызывать, соответственно, раннюю потерю части или полную потерю группы зубов, что сказывается на, соответственно, на функции живания и на качестве жизни ребенка. Поэтому наша задача бороться за все группы зубов в любом возрасте, чтобы не допустить ранней потери зубов. Зубы необходимо временно лечить. Еще раз, как бы, хотела бы сказать, что кариес – инфекционный процесс. Он носит характер заражения другой группы зубов. А у нас у детей еще существуют зачатки постоянных зубов, которые тоже мы должны сохранять. То есть молочные вы рекомендуете лечить? Настоятельно рекомендуем, что временные зубы, молочные, в простонародье, как говорят, их нужно лечить. Ну вот мы уже видели, что вот этот комплекс, он выполняет профилактическую работу. А вообще, наверное, самое время сейчас поговорить об эффективной профилактике детских зубов. Что нужно учить с учетом, да, тавтология, что нужно учить с учетом нашего времени сегодняшнего, особенностей нашего питания, особенностей воды. То есть вот что сегодня вы бы посоветовали родителям? Каждый законный представитель, каждый ребенок и каждый родитель должен понимать, что уход за полостью рта должен осуществляться с первого прорезавшегося зуба. Уход нужно начинать сначала, возможно, с дентальных салфеток. Тем самым мы научим детей не бояться проводить осмотр в полостью рта. Вот. Прививать им привычку ухода за полостью рта. Потом постепенно научить ребенка пользоваться щеткой, средствами гигиены необходимыми. Вот. Конечно же, научить наших детей ограничивать питание сладкой пищей. Печенье, тортики, сладкие соки. Вот. Это, конечно, нужно избегать. Немаловажный фактор должны тоже родители помнить о том, что в ночной сон ребенка нужно, конечно же, класть чистенько, чтобы зубы были почищены. Гигиена полости рта. Потому что те остатки пищи, тот зубной налет, который присвоен к размножению микроорганизмов. Эмаль слабая, незащищенная, соответственно, может вызывать скриозные поражения. Это вот одни из таких вот ключевых главных факторов профилактики стоматологических заболеваний. Это гигиеническое обучение детей. Вот. На всех уровнях. Я опять возвращаюсь. И к семье, и в школе, и дошкольных учреждениях. И, соответственно, гигиена питания. Вот. Все это приводит в совокупность профилактики стоматологических заболеваний. Ну, в принципе, не так уж много гигиены и не избыток сладкого. Вот. Что я услышала. И вовремя посещать врача-стоматолога детства. Врача-стоматолога. Да. Вот. А у вас же есть во всех, по-моему, в этих отделениях профилактические кабинеты. Правильно? Да. Что? Для чего они созданы? И что там? Какие услуги можно получить? В каждом структурном подразделении существует кабинет профилактики. Главная задача кабинета профилактики – это выявление факторов риска, приводящих к стоматологическим заболеваниям. Необходимо кабинет посещать раз в полгода. Непосредственно на приеме врач-стоматолог проявляет осмотр. Высмотрит, есть ли факторы риска, есть ли какие-то уже стоматологические заболевания. Проводит профессиональную гигиену полости рта, рассказывает о возможных средствах гигиены, о возможном, правильном, подобранном, как подобрать правильное питание ребенку в данном, выявленных каких-то есть ли заболеваний, проводит вторпрофилактику. Это одно тоже из главных моментов проведения вторпрофилактики. На выходе из кабинета профилактики каждый законный представитель получает бланк консультации с рекомендациями. Если выявили стоматологическое заболевание, назначают непосредственно к врачу-стоматологу терапевту, который проведет санацию полости рта, доведет ребенка до выздоровления. Сколько же времени длится такой прием, это же пока все объяснишь? Стоматологический прием в кабинете профилактики в среднем затрагивает около 30 минут. О, прекрасное время на прием. Ребенка нужно расположить, ребенка нужно посмотреть, родителям нужно уделить время, рассказать. Да, где-то около 30 минут на это затрагивается. Я могу ошибаться, но мне кажется, что главная проблема и задача детского стоматолога именно установить контакт или нет? Это специфика детской стоматологии. Дети, они хрупкие, они могут быть волнительные, они переживательные. Поэтому задача детского стоматолога найти коммуникации с ребенком, чтобы расположить к себе, чтобы ребенок доверился специалисту, можно было его комфортно и ребенку, и доктору, и маме осмотреть и найти волнующие их причины или проблемы. А когда все-таки должно состояться первое знакомство ребенка с врачом-стоматологом? В каком возрасте? Мы уже делали на этом акцент о том, что сперва прорежут зубы, родители могут посещать раз в полгода врача-стоматолога. Ну а вообще, вообще к визиту к врачу-стоматологу необходимо готовиться. Вот, как? Да, готовиться к этому нужно. Первое, конечно же, на что мы тоже при беседе обращаем внимание, не нужно ребенка запугивать, говорить о том, что такие выражения есть, сделают укол, возьмут бормашинку, вот, все плачут, а ты не плачешь, вот, тебе больно не сделают. Сама мысль у ребенка посещение врача, врача, это психология детей, оно уже вызывает боль и волнение. Поэтому мы рекомендуем родителям избежать вот этих вот слов для этого. Потом рекомендуем родителям, чтобы они все-таки эту ситуацию проиграли дома, с детскими игрушками, вот, с любимыми игрушками. Научили, показали, как чистить зубы, полечить кукле зуб и подготовить. Ну и самое главное, конечно, не обманывать ребенка. Вот, а как вы относитесь к этим спекуляциям, что если ты сейчас хорошо откроешь ротик, я тебе потомку, плюму ротик? Нет, мы считаем, что, мы специалисты считаем, что обманывать ребенка ни в коем случае нельзя. Тогда родитель потеряет доверие ребенка к себе. Не надо говорить ребенку о том, что тебе там ничего делать не будут. Нужно максимально приблизиться к реалиям. Нужно рассказать, что доктор тебя посмотрит, доктор заглянет в твои зубки, покажет тебе в зеркало, вот, а покажет тебе, какие существуют пасты, щетки. Об этом нужно с ребенком проговаривать обязательно. И слова-паразиты, как мы их называем, их нужно исключить из этого. Пойдем, все плачут, а ты не плачешь, идем, я тебе сделаю вот эти вот моменты. Запишите, пожалуйста, чтобы не говорить этих слов. Ну и еще немного времени у нас есть. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях врач-стоматолог, детский врач-стоматолог Ирина Храмова. И хотела бы еще вот какую тему с вами обсудить. В поликлиниках есть, может быть, не очень всем понятный врач-ортодонт. Какие проблемы решает этот доктор? Врач-ортодонт занимается комплексным исправлением неправильного положения зубов или прикуса. Основные вопросы, которые возникают по телефону или при личном визите. Мне не нравится, как растет мой зуб. Маленькие пациенты и большие приходят за красивой улыбкой. Поэтому врач-ортодонт выполняет основную функцию – это лечение неправильного положения зубов. Ну да, сейчас уже странно, да, когда у кого-то… Сейчас у молодежи модно. Да, уже привита эта культура, чего не было раньше. Ну здорово, на самом деле, да. Но, смотрите, вот если заболел зуб, то, конечно, нужно быстро бежать к доктору и экстренно решать эту проблему. Если зубы растут как-то неправильно, неправильный прикус, вот насколько экстренно эта проблема и как правильно, и когда вовремя нужно ее заметить? Ну, хотела бы дать пояснение, что такое эта экстренная боль. Это боль, угрожающая здоровью жизни ребенка. Вот, экстренная ситуация, у нас помощь оказывается в день обращения, незамедлительно. Часы работы учреждения расположены на всех сайтах, можно получить информацию в регистратуре. Вот ортодонтическая помощь, она не является экстренной. Если, как выражается, зуб прорезывается неверно, это не является острой болью. Поэтому это помощь плановая, не нужно вызывать волнение, как бы вот родители волнуются, вот зуб прорезывался неправильно, срочно, незамедлительно. Нет, лечение тоже ортодонтическое, затребует определенного времени, интервала в этом во всем. Поэтому записываются пациенты заблаговременно, заранее на консультацию к врачу-ортодонту, который осмотрит, выявит, опять же, или факторы риска, или имеющиеся уже ортодонтическую патологию, и в плановом порядке назначит вид ортодонтического лечения. Но здесь же есть вторая сторона медали. Сейчас кто-то услышит вас и подумает, что, ну, прекрасно, в пять лет не буду заниматься этими проблемами, вот исполнится ребенку в 15, тогда и исправим. Диспансерное наблюдение должно проходить, именно ортодонтическое диспансерное наблюдение, в период начала провязывания постоянных зубов. Это пять-шесть лет. Когда мы работаем на передвижных комплексах, когда мы работаем в дошкольных учреждениях, в школьных, когда ведем эту профилактическую работу, мы даем памятки, рекомендации возрастные, вот, о том, что необходимо посетить врача-ортодонта. Потому что именно в профилактическом визите выявляются факторы риска. Поэтому начало диспансерного ортодонтического наблюдения – это пять-шесть лет. А есть ли вот эта культура у нас сейчас? Занимаемся ли мы проблемами именно исправления, выравнивания и прочего? Все-таки родители обращают на это внимание и ведут детей к ортодонту? Мы наблюдаем тенденцию положительную, да, действительно. Но я говорю еще раз, делаю на этом акцент, что это заслуга большой работы профилактического направления. Да, родители, как бы, ну, стараются, стараются вовремя привести своих детей. Да, у нас на это работает целая команда врачей-специалистов-ортодонтов. И они пользуются популярностью среди населения. Ирина Валерьевна, вот буквально минутка осталась, но хочу еще один вопрос вам задать. А как вы относитесь к тому, сейчас многие коммерческие клиники предлагают лечить ребенку зубы под общим наркозом? Что об этом думаете? Если ребенок психологически не готов к лечению в амбулаторных условиях, это лично мое мнение, наша задача сохранить психологическое здоровье ребенка, вот, и сделать все, чтобы полость рта его была сонирована, даже если для этого потребуется наркоз. То есть вы не противник этого метода? Нет, я не противник, да. Ну что ж, я думаю, что мы основные какие-то моменты от профилактики проговорили с вами за этот визит. И через год у вас не будет огромных очередей. Благодарю вас за эфир. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»